После всех МММ, после всех вот этих вот ситуаций, которые у нас там были, чего у нас только не было, помните, да, в 90-е годы, все равно кто-то желает получить какие-то сверхприбыли. Но где бы у нас бывают бесплатно сыр, да? В шиловке. О том, что бесплатного сыра не бывает, Андрей Балсуновский прекрасно знал еще в 2008 году, будучи преуспевающим банкиром. Не подозреваю, что скоро станет успешным фермером, и в том числе сыр станет одной из составляющей его работы. Только те, кто совсем не знает Андрея Ивановича близко, крутят пальцем у виска от его невероятного жизненного кульбита. Это ж надо было бросить руководящую должность в престижном банке с более чем хорошим окладом и уйти, по сути, в никуда. Я вообще стратег, я уже видел, что с банковской системой что-то происходит не то. И от того, что мы там будем продолжать пахать по 20 часов, вряд ли мы ее спасем на самом деле. Видимо, то же самое, то, что и произошло сейчас. Вот, это раз, а второе. А второе, работать в том темпе столько лет, ради чего самое интересное, для того, чтобы зарабатывать деньги, которые даже нет времени потратить. Тогда он уходил из системы, в том числе, чтобы заняться своим здоровьем, с которым в тот момент были большие проблемы. Правда, через два месяца все само прошло, как только перестал жить в вечном стрессе и на нервах. Фермиста выбрал потому, что по жизни оно было у него хобби. Сам взросший до 15 лет в деревне, он обожал животных. На его даче была лучшая, наверное, в стране коллекция редких кур, которых он свозил со всего мира. Когда съездил в Австралию, невероятно впечатлился большим количеством там миниатюрных красивых фермочек. Если в то время понимал масштаб разрухи, то я бы, наверное, не связал сейчас с этим. Вот сейчас я абсолютно не готов начать сначала. То есть, никак. То есть, я реально понимаю, что то, что сегодня происходит в стране, это не помогает абсолютно развиваться малому бизнесу и тем более малому бизнесу на селе. На следующий год, я думаю, что мы сделаем очень интересный такой проект. Это будет такое вот кафе, наверное, сыроварня. Креативных идей у фермера Болсуновского хватит еще на пару-тройку передовых колхозов. Сейчас в Казаде Резе это многопрофильное предприятие. Разведение редких пород коз, производство, наверное, всех видов весьма популярны уже у горожан соответствующей молочной продукции, а также сельский туризм. Сюда приезжают гости в основном с детьми, где последние могут увидеть, откуда берется молоко и сыр, а также сделать поделки своими руками в гончарной, да и не только мастерских. Хоть и не все это рентабельно. Если это требует каких-то вложений, я их туда закапываю, вкладываю. Я прямо называю это слово, потому что я реально понимаю, что можно найти гораздо больше способов вложения денег, ежели заниматься тем, чем я сегодня занимаюсь. Биография Андрея Болсуновского – 7 лет работы в школе учителем русского языка и литературы. Это были времена, когда их женой зарплаты хватало лишь на оплату коммунальных услуг и проезд на автобусе. Но у Андрея Ивановича всегда был жизненный принцип – надо не тратить меньше, а зарабатывать больше. Поэтому со школьной карьерой не задалось. Женить бы, впрочем, тоже. Говорит, навсегда. Мне кажется иногда, что мне код громко по квартире топает. Вы о чем? Нет. Все эти эксперименты уже закончены, все хорошо. Поэтому как-то… Вот в этом плане мы достаточно быстро европеизировались, понимаете, там, где не надо. Вот я… То, что я наблюдаю, я в стране вижу в принципе, да, не только в стране, в мире. То есть институт семьи, он отмирает, как бы там ни было. Есть люди, достаточно известные в этом городе, которые наверняка при упоминании только фамилии Болсуновский, впадают в бешенство. Член общественной палаты, он из категории «больше всех надо». Общественная сила, благодаря которой можно город свернуть. Территория Козы-Дерезы всего в 7 километрах от города. И на этот лакомый кусочек кто только уже не посягался. Хотели строить завод ферросплавов, потом кладбище, теперь полигон промышленных отходов. И все это каждый раз приходится отбивать. И это вовсе не про личные интересы. Я абсолютно никогда в жизни не буду лоббировать никакие ничьи интересы. То есть у меня есть какие-то определенные принципы, и после 50 лет их начинать уже менять, наверное, смешно, не стоит, и еще овчинковые делки не стоит. Сказать, что да, то есть какие-то доходы, они мне позволяют, они мне позволяют держать мой уровень жизни, который мне не меняется там много-много лет, я даже не понимаю, зачем мне больше, для чего. Вот я вот что-то там глобальное развивать, там пахать до 100 лет, ну не знаю, я хочу заниматься тем, чем мне нравится, а вот этим мне заниматься нравится. Наталья Кичина, Николай Чистяков, новости ТЛК. Продолжение следует...